Завтра у Гомеля пройдет областный сход, присвященный Дню Белорусской науки. На этот раз его удельников запросить в Белорусский Державный Университет Транспорта. С науково-доследствием деятельности установки и программы масштабного мероприемства ознайомился Олег Сентюров. Белорусский Державный Университет Транспорта можно назвать установкой с давними традициями. Вот тут, в одном из частных корпусов установки, в 1898 году была открыта мужчинская гимназия. Теперь тяжко сказать, чему учились, какие науковые доследования проводили тагочасные гимназисты. А именно в это гэтую гимназию скончил знакомитый советский авиаконструктор Павел Сухой. У сучасных студентов умовы совсем меньше. Лабораторные занятки проводятся с выкористанием обстановления опущенного поколения. Такие сучасные системы личного совета сегодня есть всего на некоторых станциях Белорусской чугунки, а студенты уже освоиваются гэтую технологию. Выкладчики бачать в этом одразу два плюсы. Во-первых, больше высокий уровень подрактовки выпускников. Во-вторых, такие занятки дозволяют выявить конструктивные недопроцовки нового обстановления и поведомить об этом вытворцам. Но в своем роде это так само науково-доследшая деянность. Белорусская железная дорога сейчас разработала такую политику, что при внедрении новых технологий на дороге какой-то лабораторный комплекс или какой-то обучающий макет должен попасть на соответствующую кафедру в наш Белорусский государственный университет транспорта. Вот это оборудование является как раз примером. Белорусский державный университет транспорта – не только буйная вышедшая научная установа, а и не меньше значный науково-доследчивый центр. Зарастут день и чуть 13 науковых школ по розных ликерунках. Международными партнерами университета заявляются, когда 50 установок с больших 20 краин света. Суместное доследование проводится с университетами России, Китая, США, Германии, Великобритании. Подчас просвеченного Днем Белорусской науки врачистого сходу досягнением Белдута, как и инших установок, которые занимаются доследчивой деятельностью, будут просвечены специальные стенды. Это у Воголя будет демонстрация наукового потенциала в Гомельской области в одном месте представить усилившие распросовки минулого года. В 3 часа у нас состоится выставка научных трудов наших научных организаций в Гомельской области. Будут представлены материалы статей, монографий, учебников. В 16 часов состоится торжественное собрание, на котором будут подведены итоги научных достижений Гомельщины, награждены лауреаты различных премий, вручены награды и будут определены задачи на последующий период. Олег Чентюров, Валерий Гопанько, Даля Радо, компания Гомель.